Всем здравствуйте! Это новости Турция. Для тех, кто впервые открыл подобное видео, меня зовут Галина, я живу в Турции. Я просто перевожу на русский язык новости местные, что в стране у нас в Турции происходит. Новости я беру из открытых источников, просто перевожу на другой язык. Это мой личный блог без какой-либо претензии на журналистику. Это мое хобби. Я оставляю в инфобоксе ссылку на телеграм-канал самых свежих новостей о Турции. Подписывайтесь обязательно, ставьте комментарии, лайки под этим видео. Лайки обязательно. Давайте приступим. Итак, по поводу новостей. Сегодня у нас новостей внешней политики очень мало. У нас внутренние буквально новости. Вчера у нас был адский ливень, но о нем МЧС предупреждала, рассылала смс-ки о том, что будет большой ливень. Стамбульчане ждите. Страшная огромная туча была над всем Стамбулом. Больше, конечно, нас, как всегда, зацепила середину европейской части. И буквально две недели назад, помните, сель какой у нас был, он снова у нас появился, затопило улицы. В том же самом районе, который пострадал две-три недели назад. Слава богу, никто не погиб из людей. Это прям просто счастье. Ну, это расположение не очень удобно этого района. Но все были предупреждены. Хочу отметить, как житель, на что у меня вчера обратилось внимание моего взора. Зацепился, мой взгляд, на том, что было, помните, три недели назад была большая критика властей за то, что они не остались на рабочих местах, хотя предупреждали о большом ливне. И они там, условно, бежали быстрее на работу, возвращались в командные пункты МЧС, АФАД, для того, чтобы управлять ситуацией. Было видео, на котором у меня зацепился взор о том, как спасатели героически выносят на руках детей, там, первый-третий класс, школьников младших, из школы, чтобы они не замочили ноги в воде по щиколотку, где высота, глубина, там, условно, 10 сантиметров максимум. Вот куда были направлены наши муниципальные силы для спасения школьников. Потому что дождь начался примерно, там, в 5, в 4, в 5, в разных районах праздновать, 4, 5, 6 вечера. Это было как раз время, когда заканчивается школа. Кстати, в Турции дети в школе очень долго учатся, с утра, условно, там, до 4 часов примерно. Вторые-третьи смены тоже есть. В общем, детей спасали, выносили на руках. Никто не пострадал, слава богу, но пострадавшие вчера же были. Буквально за пару часов до этого дождя и наводнения в Стамбуле, в Бахчилие-Влере, это европейская часть, произошел взрыв бытового газа, как выяснилось позже. В последнюю погибли 2 человека, 4 пострадали, 2 в тяжелом состоянии из них. Там просто вынесло из-за взрыва газа квартиру. Обрушились вот эти камни внизу на машины, на бетон, там, ну, просто кусок дома выворотело просто наизнанку. Это был очень сильный взрыв. Нас все продолжают подпитывать заявлениями ученого, который изучает землетрясения. И вот опять последних заявлений, что землетрясение все-таки будет 7,2 балла. И разломы пройдут там, где Принцева острова, в том месте они ждут разлома. Или в районе Кумбургас, ну, это, короче, за Беликтузу, в общем, где заканчивается европейская часть, выход туда в Мраморное море. Не так далеко от моего дома. Мало приятного, конечно, но я честно скажу, вот эти новости уже, так как эта информация закидывается периодически, большой паники, реакций, панических каких-то настроений в обществе и такой реакции, как раньше, это уже не вызывает. Могу отметить, что у нас была статистика недавно, да, в Стамбуле в разы, в разы, в десятки раз увеличилось количество страховых случаев, когда люди обращаются в страховку и оформляют страхование, делают своего жилища именно от случаев землетрясения. Именно в Стамбуле. Вот таким образом. Ну, и не все же нам плохо, тяжело жить. У нас понизился бензин на целых 2 лиры стоимость. Я пошла, я говорила, в районе 40 лир, в среднем было топливо, сейчас 38. Честно скажу, когда заполняешь полный бак, не сильно-то видна эта разница, если честно, но звучит очень красиво. Людям это очень, конечно, понравилось, воодушевленно все отнеслись, но по факту, ну, у нас при этом, да, не произошел, конечно же, откат цен по карго, доставки какой-нибудь, логистики, такси, автобусы и так далее, все так же, как было. Несколько дней назад все-таки опять процентную ставку подняли для того, чтобы курс доллара у нас не рос в лирах, и все ждали, сейчас рухнет, у нас было тогда около 27 лир, 26,9 турецких лир, 1 доллар стоил. И все ждали на следующий день, ну, сейчас 25 будет, сейчас вот откат, как всегда, произойдет, это уже у нас методика, скажем так, этого года испытанная. Подняли процентную ставку, ничего нигде не упало, и начал доллар еще больше расти, и он сейчас у нас 27, примерно 3. 27, условно, если округлим, лир стоит 1 доллар. Возможно, это было для того, чтобы сдержать вообще максимальный рост, то, что там не было, была им экономическая яма на тот период, чтобы вообще удержать хотя бы на уровне 27. Вообще прогнозы Bloomberg давал недавно о том, что к концу года, даже Bloomberg уже официально дает, что будет где-то в районе 30 турецких лир, 1 доллар стоит. То есть все равно инфлякция у нас будет продолжаться, лира будет падать. Ну, честно, мы, кстати, с вами об этом разговаривали несколько месяцев назад после выборов. Помните, все очень ставку делали, когда после выборов начал активно расти доллар, чтобы искусственно удерживали до выборов, чтобы показатели хорошие были. Я говорила тогда, что да, до 30-ки дойдет к концу года. Посмотрим. Скорее всего, эти прогнозы сбудутся. Мне прям даже, честно говоря, особо сомнений в этом нет. Президент издал указ и сказал о том, что мы обязательно государству выплатят в районе 5500 лир каждому студенту на приобретение техники для учебы. Туда входят телефоны и компьютеры. Но определенных марок, мы катили список, какие компании, модели, марки, техники подходят туда, мы сделаем такую компенсацию. Ну, чтобы вы понимали, для сравнения, я вам здесь ставлю фотографию с MediaMag, обычного магазина бытовой техники, сколько на данный момент стоит компьютер у нас, сколько стоит телефон. И, собственно, стоимость вот этой компенсации в 5500 лир, это не на все, как бы не на каждый предмет, а вообще, в принципе, разово. И покупай студент с этих денег, как хочешь. Сначала как бы студент, типа, ну, окей, это лучше, чем ничего, но с другой стороны, это говорит о том, что, скорее всего, отмены этого налога на телефоны не будет. Можете расслабиться. И, скорее всего, в октябре его опять поднимут. Индексация произойдет налогов опять. Так что, Рен, радовались, собственно, посмотрим, что будет дальше. Если кто здесь в страну приезжает, планирует переехать или здесь, ребята, знаете, что делают? Я вот недавно в интернете прочитала, я не пробовала, мне такое, как бы, нужно немало, но если придется, когда-нибудь попробую. Покупают модем Wi-Fi, то есть изначально в иностранный телефон симку турецкую не вставляют, покупают модем переносной, типа, он 1000 лир где-то стоит в интернете на Триндиоле и просто раздают с какого-то обычного смартфона по Wi-Fi, короче. Там звонки, есть такая функция в телефонах, можно настроить, принимать звонки по Wi-Fi тоже. То есть, условно, там, короче, какая-то схема есть, если что, погуглите, в телеге почитайте или в тематических, там, чатах каких-нибудь есть, вот такой момент, люди с модемом ходят и что-то там все раздают и звонки по модем тоже принимают. В сети очень, два видео обсуждались на прошлой неделе, обмана, назовем так, туристы снимали. Первое видео было в Анталии заснято, сначала зашли, просто обычный маркет, знаете, бокал, короче, под домом, да, киоск, супермаркет мини. Сначала зашли турки, на камеру это снимали, купили пачку сигарет по реальной цене. Кстати, в Турции тоже на пачке сигарет цена сразу пишется, там, не помню, 55, допустим, сейчас деталируют ставить, покупали они парламент. И тут же заходит за ними их друг, тоже все это снимает, и эту же пачку он покупает, за 4 евро ему продают, говорят с ним на английском. 55 лир это 2 евро, а ему тут же в 2 раза за 4. И он начинает ему спрашивать у продавца, почему ты только что продал. Короче, начинается скандал, конфликт, и он понимает, продавец, что он, как бы он обманул, естественно, он понимает, что это было, скажем так, подстава, и сначала это турки были друзья вот этого иностранца. Я думаю, что, скорее всего, какой-то студент, постоянно живущий, не просто турист приехавший, который в теме прошарен у них друзья турки. Они специально сделали эту, назовем так, контрольную закупку и засняли это на видео. А турок в итоге забрал сигареты обратно у тех, кому раньше продал, и, короче, выгнал их из магазина. Турки очень обсуждали это в соцсетях, комментировали, очень гневались. Иностранцы тоже засняли на телефон, когда рассчитывались в такси, и у них попросили 900 лир за маленькие, на самом деле, маленькое расстояние. Ну, максимум это бы стоило 400 лир, там, в соседний район уехать. Когда они начали рассчитываться, то есть обговорена была одна сумма, не по таксометру, а там заранее не договорились, тоже их ошибка, надо по таксометру платить. Ну, учитывая, что и таксометр, может, тоже есть такие уловки, можно накрутить и так далее. Есть такая, проверяли, как-то полицейские закупку делали, что иногда таксометры больше крутят. С них хотели взять в два раза больше денег, 900 лир, просто 1000 лир за такси. У меня в голове просто не укладывается в центре чуть-чуть проехать. В общем, они достали телефон, начали снимать, таксист начал ругаться, орать, естественно. Они любят панику наводить, и вот это в криге, в ссоре, как бы они начинают сливаться с этой историей, переключать внимание на самом деле. Выкинул там их чемоданы, естественно. Я молодец женщина, они ругаются, я пойду в полицию, напишу на тебя заявление. Вот честно скажу, это конфликт, такая история проблематичная. Но, мне кажется, со стороны даже бы жителей здесь и туриста, я бы отметила, это были правильные действия. Если у вас конфликтная подобная история, вас где-то обманывают, записывайте сразу на видео все это. Это ваше прямое доказательство, вы можете с этим всегда обратиться в полицию. В Турции нашли убитой Анастасию Емельянову. Это уроженка вообще сибирячка Новосибирска. Она жила в Турции последний год, насколько я поняла, всю эту историю. Вообще, я видела это объявление в соцсетях. Девушка искала свою подругу, которая уехала к молодому человеку в гости в другой город, видимо, из Стамбула. Уехала на побережье Черноморское, прямо туда, к границе Грузии. Молодой ее человек, сириец. На данный момент в новостях последних непонятно, что у него там было с документами. Легально он как-то находился, может, гражданство у него было или еще что-то было. Нет, не освещали вообще. Ну, в общем, она поехала там условно к нему навстречу в гости и пропала. Не выходила на разговоры с 20 сентября. Не отвечала на телефон и вообще, короче, куда-то делась. Подруги ее пытались, знакомые, найти. Кто это девушка? Девушка вела блог, оказывается, на ютюбе. Была феминисткой. И в блоге, назовем так, пропагандировала, рассказывала, просвещала людей. По поводу домашнего насилия в семьях. В общем, была сторонницей, скажем так, мира. Против домашнего насилия, абьюзов и всего прочего. Вообще за права женщин. В общем, активная у нее фемповестка была оппозиция. По факту, видимо, то, против чего она выступала, от этого она, назовем так, и погибла. В ходе какого, непонятно вообще, неизвестно, никаких допросов не было опубликовано. Но в ходе конфликта бытового с молодым человеком он ее ранил и порезал ей ногу. Скорее всего, это нанесено было осколком бутылки, типа, розочка с чем-то таким стеклом. И, к сожалению, это повреждение оказалось смертельным. Он порезал ей артерию, и она просто умерла, истекая кровью. В общем, молодой человек этот обратился к соседям. Сосед у него был какой-то медик-врач. И он сказал, там, моей девушке просто плохо, иди посмотри. Он заходит, а девушка уже в этот момент истекла кровью и умерла. Он просто уже констатировал смерть. Вызвали полицейских, парня взяли под стражу. Ну и все. Сейчас ее знакомые, друзья, подруги, кто с ней там жил, общался здесь в Турции, собирают деньги, пытаются организовать экстрадицию, скажем так, вывоз ее тела на родину для похорон, передать родственникам. Очень печально, что такое вообще произошло, но, к сожалению, этого немало. Я хочу обратить ваше внимание, кстати, не касается только женщин, с кем вы встречаетесь, знакомитесь, мужчин и так далее. Поймите, что восточные люди с очень горячим менталитетом. Будьте аккуратны, потому что они очень вспыльчивые, могут быть агрессивными, и они не анализируют, они сначала реагируют. Поэтому конфликты, драки, перестрелки, бытовое насилие, что-то подобное вообще, это очень частая история в восточных семьях с восточным менталитетом, с людьми такими. Поэтому будьте осторожны и просто старайтесь, если у вас какие-то подобные ситуации могут быть, даже на улице где-то, в общественных местах, к мужчинам, например, я ими адресую это. Реально, пройдите просто мимо, не реагируйте лишний раз на провокации. Бывают люди агрессивные, которые хотят спровоцировать. Здесь это вообще не редкая история, честно скажу. И у турок, в частности, в менталитете рассчитано на то, что они очень, знаете, такие агрессивные нападающие есть люди, но они надеются на то, что кто-то из окружающих остановит, потому что прохожие, публика всегда будут вмешиваться, защищать, разведут и так далее. То есть они больше кричат, нападают, провоцируют, но до драки доходит в крайний момент. Больше покричали, помахались руками, но прям такой драки не состоится. Но на наш менталитет, да, нам надо, у нас по-другому. У нас такие сидерутся, условно, до смерти и дерутся. Поэтому будьте, знаете, как проще сказать, не реагируйте, не останавливайтесь, не вступайте в конфликты. Ничего им не доказывается, потому что вы никогда им ничего не докажете, но пострадать можете вы. Вот такие новости Турции в инфобоксе под видео. Я оставляю ссылку на телеграм-канал новостей о Турции, самые свежие новости там. Подписывайтесь обязательно, распространяйте в соцсетях, шертись. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки. Скоро увидимся в следующем видео. Всем пока!